Снова здравствуйте, уважаемые друзья. Продолжается наш репортаж. И у нас в гостях еще два участника нашего турнира. Евгений Томашевский и Вишванатан Анант закончили свою партию. Ну и слово авторам, исполнителям покажите, пожалуйста, какие-то нюансы в своей партии. И что там было интересного. Был ли выигрыш у белых? Как мы говорим? По-русски, по-английски? Женя, я думаю, надо говорить по-русски. У нас русскоязычная трансляция, а экс-чемпионы мира будем переводить. На самом деле сейчас стал очень популярный вариант. И конь БД-7 самый вариант популярный. И вот реакция белых Ферца-2 тоже очень популярная. То есть очень актуальный вариант в наше время. И, в принципе, тут выглядит все это очень близко к ничьей. Но на самом деле в то же время как бы незаметно может образоваться у белых приятный перевес. То есть между этими, так сказать, категориями разворачивается дискуссия. То есть, ну, сегодня, собственно, вся партия проходила под этим знакомым. То есть здесь я... Вот только что была такая партия Накамура-Крамник. То есть, ну, у меня было тут там несколько идей там на игру. Я пошел одеться один. То есть... Ну, и, конечно, это объективно ничья. Но в то же время здесь с черным не так приятно играть, на мой взгляд. То есть... Я так думаю, да. То есть... То есть, ну, может быть, как бы объективно, конечно, ничья. То есть, ну, аналитически я просто тоже за черных тоже играю. Да. Ну, дальше вот возник... Тут у черных много возможностей. Да. У черных много возможностей. И... Тут сложно сказать, как черным точнее всего уравнивать. Но тут, опять же, вся позиция... Вся позиция... Ее можно сказать так. То есть, либо белый получит долгосрочный небольшой перевес, либо все упростится и получится ничья. Ну, как-то партия ухитрилась пройти между этими категориями. То есть... И вроде бы и не упростилась, и нелегкая ничья, но в то же время как бы не факт, что у белых был реально перевес. То есть... Хитрость-то. Хитрая позиция. Но, here... I just pointed out one thing. Instead of rook d8... Did you see bishop f3? Yes, yes, of course. Yeah, but the problem is bishop g4, yeah? Yes, I know. Yeah, so this was... This otherwise would equalize on the spot. I prepared... Ah, maybe rook fd1 is also... Yeah, rook fd1, I think it's draw, but... Yeah, but bishop g4 is... Бишоп d4 is suddenly with big advantage. Важный момент, да? Да, что вот здесь на f1 не надо уводить. Важный момент, что так, так. Ага. Как бы тут... И у белых получше, да? У белых нам просто... Может быть, у белых неожиданно просто большой перевес. То есть такая хитрая позиция, то есть... Поэтому как бы немедленного уравнения у черных нет. Но, наверное, логично в той или иной ситуации черным... Если они немедленно не разменялись на f3, то аналогично, что черные должны как-то разменивать все ладьи, потому что иначе у них может быть просто неприятная в долгосрочном отношении позиция. Отсюда вопрос. А если одну ладью сохранить, например, вот вторую ладью не уводить? Да, но мне нельзя давать линию c. А можно вот туда после ладья c8? Да, я думаю, это важный момент. Я думаю, мне нельзя давать линию c, потому что если я ладьи... То есть на самом деле слоновые, видимо, лучше, что я могу получить из-за... Я не верю, что тут у белых лучше без этой ладьи, потому что можно просто сыграть так-так, g6, линия c слишком важна. Потом пойти a6, и дальше потом конь идет на e6, и... Хорошо, f3, f3. Ну, хорошо, это как раз... Я абсолютно уверен, что тут у черных порядок. Ну, сюда, допустим. Может быть, сюда нельзя, да-да-да. Ну, тут надо просто какой-то точный ход. Найдди секс, да. Б3, б3. Да, b3, да. Затем ладья d2, король f2, конь e2. Вен, rook d2, king f2, knight... Ну, я поставлю, как было, там, я не знаю, там, h6 пока, там, как там... Ну, а куда мне тут... Ладья d2, ладья d2, ладья c5. И король e2. А, ну, просто... Король f2, и конь через e2 может пойдет. Мне кажется, просто равная позиция. Я думаю, что моя позиция, как бы, вот этот слоновый, может быть, лучше, что я могу получить из этой позиции. Ну, тут весь вопрос там, что, как бы, ну, после слоновым объективно, слоновым объективно, конечно, может быть не очень приятно черным идти, но, как мы обсуждали, что, по сути, партия при возникновении слонового партия, по сути, закончена. То есть, ну, она неизвестная, единственное, что для человека во время партии неизвестно, с кем результатом. Может, его стоило, я говорил о том, что, может, его дома стоило проанализировать этот слоновый, потому что, в принципе, он возникает во многих, в редакциях этого варианта. Ну, давай, поставим, да. Но, с такой стороны, как бы, в принципе, я был счастлив, что такой слонов вообще возник, потому что, как бы, ну, в таком варианте получить такую позицию, это не так просто. То есть, ну, да, интересная ситуация, то есть, может быть, как ни странно, может быть, как ни странно, как указал мой соперник, у меня был такой необычный шанс после хода А5, потому что, да, потому что я что-то здесь совершенно не обращал внимания на ход Е4, то есть, да, но можно было здесь пойти так неожиданно. Неожиданный ресурс. Неожиданный ресурс. Вообще не смотрели, да. Да, 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 я тоже не смотрел, да, да. Я как-то, я очень хотел усилий. То есть, речь о том, если черный поставит уже на Ф6, да? Может быть, я думаю, что, может быть, воспрепятствовать ходу Б4 важнее, потому что, если я пойду Б4, то, может быть, там пешками... Да, потому что, если я сохраню, как бы, еще одну пешку, там, после Б5, А4, то, может быть, черный будет уже... Да, есть проблема, да, да. Хорошо, давайте посмотрим Е4. Вот, да, вот Е4 интересный ход, да, да, допустим, так, так, так. И пешку на Е5 задвинуем, да? Да, на Е5, там, король Е7. И здесь, в принципе, белые, как бы, ну, тут проблема в том, что у меня еще эта пешка висит. То есть, я не могу, наверное, пойти король С5. Ну, то есть, мне надо... Би-шоп С4 was the idea? Да, би-шоп С4. И тогда, би-шоп С7? Да, это сложно, может быть, би-шоп С6. Что? Би-шоп С6, вместо би-шоп С5. Ну, там, какой-то безумный пешечный получается. То есть, неожиданное. Да. Ну, то есть, правда, после коробки Е6... Да, непонятно, непонятно. Здесь надо считать. This I don't like so much. Чёрных может закончиться ходу просто, да? Ну, да, но с другой стороны, как бы, непонятно. Они могут закончиться в обеих сторон. То есть, если, допустим, пойду, скажем, А4. А4, да? Да, например. Ну, не знаю, там, А3, да? А3, не, А3, как-то чуть... Ну, хорошо, не знаю, да. Ну, тогда А3, А5. Ну, тут, правда, так, при случае, они в обеих сторон могут закончиться, поэтому... А3, А5, там, так. Тут можно при случае проиграть. Непонятно. Тогда, может быть, король Ф5, тогда может быть. А, вот, вот такое предложение, так. Король Ф5, король Д5. Это, ну, он более правильно, да. Ну, правда, здесь тоже свой король, может быть, Сачалашка. Ну, here I'm probably too slow, да? Да, тут, может быть, черные не успевают, да, да. But, no, maybe instead of king F5, I can go... А, no, anyway, you have king E4. Может быть. But, I wanted to... I have one defensive setup, which is, if I check king C7. King C7? Yeah. А, авто-чек, да? Yeah. Ага. А, авто-чек. King C7. No, not here, not bishop E6, but bishop C8. Uh-huh. Может быть, даже на C6... Maybe bishop D7 works also. So, bishop C8. Может, черные могут просто на C6 пойти и попытаться вообще крепость построить. А, вот так вот, да? Да. Действительно, может, тут крепость... Что-то, ну, как я посетил. Ну, там, король, там, C6, B6, да, да. Сюда? А, тут крепости не будет. Не, король B5, я думаю, да. Король B5. А, король B5? Да, король B5. О'кей. А, и вперед, да? Ну, куда-нибудь вперед, да, да. И на этот ход можно так, да? Ну, да, я вот думал, что может быть так. Нет, тогда А3, А3, А7. Б6 пока, да. А, ну, король B6. Ага, окей, окей, окей. Ну, мутно, конечно. Ну, мутно, конечно. Ну, действительно, был какой-то такой шанс, то есть. Ну, хорошо. Допустим, если B6, а что дальше? Да, вот теперь А3, может быть. А, ты, ну? Ну, как-то пытаться, типа, спекулировать на том, что у меня особо ходов немного. Тут, может, ходы действительно закончатся. Ну, правда... What next move of black? Да, считать надо, да. Может, постоять просто? Нет, стоять, когда я беру. Да. Стоять, когда я беру, и король C4. Ага, и король C4. Да, стоять уже плохо, да. Поэтому... Не, ну, неожиданно, так вот, конечно. Я, как бы, я в другую сторону смотрел. То есть, я смотрел позиционно. Вот E4, может быть, можем было поиграть. Ну, я думаю, что объективно должна быть ничья, но, может быть, было бы неприятно играть. Ага. Да. Просто, ну, д, E4, F4. Ага. Если ты возьми? Да, да. И теперь я могу идти к Б7. Д7. А, да. Если я проверяю, К7, потому что я нужна Б6. Ага. И теперь Ф6. Ф6? Да, это не красиво, но Ф6, или даже... Ф6 лучше, чем Б8. И, в факт, у меня нет Е6. Потому что я просто буду играть Б6. Ага. Ага. Виши думает, что это может быть крепость. Вот когда пешка на Ф6, пешка на Б6, да. И можно просто постоять, подождать. Ну, может быть, да. Но для того, чтобы пойти, конечно, на всю эту позицию, надо было как бы заранее оценить, что там вот в той позиции, которая получится, у меня шансов нет. Мне так не казалось на тот момент. Ну, не то, что шансов нет, но там ничья. Такое... Не знаю. Мне казалось, что во время партии, так как я сыграл в партии, у меня больше шансов. Ну, непонятно. Да. Да. Вообще как-то странно. Ну, просто, насколько сложный весь вопрос. Ага. 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 Ну, просто аналитический запас. Ну, то есть, видишь, предлагает пешку на Б6 поставить и вернуться королем на Е7. Ага. Ага. Партия продолжается. Вы заметили, да? Партия продолжается. Так. Окей. А4. А, не знаю. А4. А4. А, не знаю. А4. А4, например, мне по 10. А, не знаю. А, не знаю. А4. Можешь играть на F6 опять? А4. А4. А6. А4. 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 А6. А4. А4. А3. А4. А4. А3. А4. А4. А я хотел король Е4, но там слун Д7, король Д5, там очень противно уже. А, да, да, да. Там уже как-то всем тускло. Ну, там единственные ходы, слун С8, представишь, да. Ну, везде неприятно как-то, ну, как угадать, да. Да, да, Виша говорит, что вот расположение пешек на ферзовом фланге дает черным хоть какие-то шансы. Я думаю, что, конечно, аналитический ничья, но сейчас смотрю на позицию, что да, может быть, если мне Е4 пришел в голову ход вовремя, то я долго на нем думал. Хорошо, а дальше не было шансов? А вот дальше теперь нет, там интересно. Вот здесь слон Е8, например. Выглядит красиво, да. Но слон Е8, мне кажется, довольно бессмысленно ходит, но слон Е6. Просто если Ф6, тогда пешенэшпель. Не-не-не, Ф6, не-не. Ф6 и Е4. Нет, такой пешенэшпель черным нам не надо играть. То есть слон Е6, да. Но так или иначе черные собираются поставить слона на Б7, да? Собираюсь сюда слона поставить, потому что на этой диагонали его нельзя держать просто, потому что я там выиграю. Допустим, Ф4. Ф4, Ф6. Нет, Ф4, Ф6 тут… Мне проблема в том, что мне нельзя давать, чтобы слон стал на Е4. Потому что если слон станет на Е4, у меня вообще не будет ни одной идеи. То есть и Ф6, да? Да, и Ф6 еще мне надо. Ф6, да. То есть мне еще надо слона как-то умно поставить. Это непонятно, что я наживаю от всего этого. Окей, окей, окей. Еще не наживаю просто. Да, мне надо как-то… Да, вот, не, ну, наверное, мне надо все это проводить. Но тут важно, на самом деле, опять-то понятный ход по-человечески, потому что если бы действительно… One moment, one moment. Потому что если бы я пошел бы 4, пошел бы 5, там еще с пешками А, то там, может быть, действительно, совсем неприятно уже было бы. А, what about… На Ж4, я вообще не очень нравится, потому что Ж4, сразу Ж5 пойдет. Слон Д7. Д7. Ага, и может быть слона на Ф3. А, Ж5, да? Но, но, но я плечу Ф5, да. Слон С6. Тут, мне кажется, это вообще не то. Д-дро. Мне кажется, что Ж5 допускать… Вот мне нельзя допускать Ж5 при пешке на Ж4. Ну, может быть, я могу даже бежать на Б6, да. Потому что вы все еще… Потому что… А, нет, я не могу играть на Е4, да? Это должно быть удовольствие. Но даже если бы я хочу быть абсолютно спокойно. Это ткс на Д5 и Ф7. А, извините, есть Ф7. Нет, 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 нет. Не так easy. Нет, нет, нет. Может быть, ты можешь… Ткс. Ткс. Но знаешь, это смешно. После Е4… А, сейчас я могу ткс, ткс, и я могу Биш5, Д7. Ага, это жилье на Г4. Окей, окей. It's also not the method. Окей. Did you see any chances for white next? I mean, I saw some ideas, but… Yeah, окей, I guess we discussed it, so he will show you. Yes. Ну, то есть, позиция-то такая, что черных, конечно, два хода остается. То есть, более-менее, без Б5 мне не обойтись, чтобы претендовать на выигрыш. Потому что… Ну, здесь интересная позиция. Здесь проблема… Проблема в том, что я даже могу… Ну, вот, Виша предлагал. У меня, например, есть такой план. Ну, то есть, я могу как-то перевести, там, слона, например, там, хитро, там, так… Ой, нет, не так, прошу прощения, король е7. И здесь я могу пойти, например, слон h7. Да, но пока еще, ну, король е7, может быть, король е7… Нет, е4 взял просто, там, слон с 8, слон с 8, король d5? А, слон d7, слон d7, слон d7, и да, там я успел. Ну, здесь опять несколько проблем, потому что, если… Ну, допустим, предположим, я пошел… Да, но тут всегда проблема, черные всегда довольно легко держатся за счет того, что у них есть вот эта вот вертушка со слоном. Взяли на d5? Взяли на d5, и теперь сюда, вот это важно. Слон е7-4? Да, и теперь так. Вот такая вертушка, да. А. Ну, на этом все держится. И повторение хатов, да, репетиши? Даже не повторение, просто пешку съели. Слон f7, слон e2, что ли, да? Ну, в смысле, это, конечно, все равно ничья какую. Ну, понятно, да. Да, но главное, что черные съедают пешку, да. И вот это… Ну, правда, с этой пешкой я тут додумаю, что, может, я могу куда-то попытаться прорваться. Ну, нет, должна быть ничья, да, в этом черные держатся. Но, то есть, предположим, что я могу в этой позиции прорваться на… То есть, ну, хорошо, где мы там смотрели эту позицию? Я могу добиться максимума, наверное, таким способом. Я могу, например, здесь пойти, там, скажем, ну, как-то умно подождать, там пойти так, так, там, так… Ну, там все равно нападение на слона же было. Так, так, я могу пойти так, то есть, это я вообще, ну, максимум чего я могу добиться. Да, ушел. Так, я могу даже пойти так. Ну, король С7 же есть. Да, и пойти так. Да, да, и король Д6. Проблема в том, что мы обсуждали, что вот в этой позиции, если бы у меня пешка стояла на Ф3, то я могу предпринять какой-то ваяж королем сюда безумный. Ага. Но здесь, на самом деле, как бы, ну, оба слона… То есть, ну, у черных нет ходов, но они им и не нужны. То есть, здесь даже, как бы, я могу потом попытаться что-то сделать, там, на королевском фланге, но у черных, да. В общем, один ход в позиции, но… Он всегда имеется, да. Он всегда имеется. Жень, тут либо Цуксванг, либо нет. То есть, нет Цуксванга. Окей. Жень, последний вопрос. Last question. What about B4? Instead of King D4. I think it's also a draw, because I played B6. Тоже считаю, что это ничья, потому что я играю B6. Но если мы сравним ситуации, там, например, пешка на B5 будет защищена, когда там пешка на A4. You need to play King D4 first. And then I go F6. F6. And I don't think you can do this. Вот, если мы сравним, может быть, больше шансов для белых будет с дополнительной пешкой? С пешкой на A, да, да. Ну, нет, на самом деле, я боялся, потому что… Я боялся, что… Не то, что боялся, мне казалось, что король E5 важен пойти. Потому что мне казалось, что если заставить F4, это не в мою пользу. Потому что, а что мне делать? Я не могу… Мне потом трудно одновременно поставить… Как мне тут… Как мне поставить-то? Ну, допустим, F4, слон F3. Да, но F4, но это важный момент, может быть, да. На король E4 мы… Слон F3. Слон F3. Да, потому что король D4, слон E4, о чем я говорил, да. Окей. Да, слон F3. Может быть так, да, да, да. То есть… Да, но тут, во-первых, я еще немножко волновался, что черные могут поставить слона, например, сюда. То есть тут как-то у него поля появляется… Ну, это… Можно, но тут еще появляется дополнительность… Ну, я бы хотела играть B6, а не знаю, почему я должен давать два движения. Я играю B6. А, тут еще появляется какая-то куча дополнительных возможностей в плане слона D1, например. Потому что черный слон начинает более… Черный слон более активно начинает защищаться. Окей. Потому что если там A3, то, допустим, F6, и потом черный будет стоять, допустим, слон на A2, а если я буду пытаться переводиться сюда, то он пойдет слон B1 и на E4. То есть он будет стоять либо на C4, либо на E4. Там более активно будет стоять просто. А на C4 нельзя, но где-то тут, либо тут. То есть мне кажется, что… Я вот волновался по этому поводу. Мне казалось, что очень важно сначала захватить поле D4. Конечно. Ну, хорошо. Значит, выигрыша нигде нет. Ну, по крайней мере, легкого очевидного нет. То есть, да. Да. То есть такого, чтобы хотя бы ясного плана. Ну, позиция неприятная у черных, но на данный момент кажется, что ничья просто. Итак. Бетон не пробить. Стена неразрушаемая. Так что давайте поблагодарим соперников. Спасибо за рассказ. И пожелаем удачного выходного дня. Спасибо. Так, тем временем, дорогие друзья, проиграл Шахриар Мамедяров. Вы знаете, вот в этом, в окончании ферз против Ладьи оказалось все-таки проигранным. Так что Ян Непомнящий победил и стал единоличным лидером нашего турнира. Так, я думаю, что сейчас Ян Непомнящий к нам придет и расскажет что-нибудь о своей партии. Ну, давайте сейчас, может быть, диаграмму нам еще можно будет вывести на экран, чтобы я хотя бы зрителям показал, как закончилось. Дело в том, что Ян там раздает автограф и купается в зрительской любви. 2-4, Жень, 2-4. Ну, 2-2 было после первого тайма, так все было нормально. Ну, как в прошлом году. 2-2 после первого, а потом... Уже не 2-5. Уже не 2-5, прогресс. Так что через два года мы сыграем со счетом 2-2 или 4-4, да. Да. Ну да, вот смотрите, заключительная позиция вот такая, и черные почему-то сдались. Почему они сдались? Зачем они сдались? Может быть, Белый Король на G6 прорывается, да? Ну, Ян, конечно, сейчас нам все расскажет, но давайте все-таки до конца. Вот я покажу просто на диаграмме. Так, F6. Все пешки были съедены. Да, встречаем Яна Непомнящего, который доказал, что крепостей в шахматах не существует. Так, ну что, Ян, давай тебе слово. После скучного дебюта получился нескучный Миттельшпиль. Ну, дебют, кстати, тоже был не очень скучный, поскольку… Ну да, то есть, ну, шотландская она в разными порядками, простите, итальянская разными порядками возникает. Угу. А, ну, то что-то, C3, H6, ну, так тоже можно, но вот иногда без H6 хода обходятся. Да, и вот эта вот Табиа как раз. И вот в этой позиции, если мне не изменяет память, вот в этой как раз позиции неплохую партию выиграл Калякину Навары только что, вот на Олимпиаде. Вот я эту партию знал и очень хотел, как бы, чтобы она вообще повторилась, потому что там очень уверенно. Здесь она, значит, повторялась. И здесь, да, то есть такая позиционная ловушка, что D5 ход напрашивается, но после коня B3 неожиданно проблемы, да. То есть вот получается, что B5 грозит где-то, пешка на E5 уже слабая после разменов. Ну и как-то уже неуютно. А вот Навара пробовалась ходить B5. Ну, после слона E3 очень быстро проиграл, но тут видно, что уже как-то… Да, пункт C5, да. Да, то есть тут белые держат напряжение, лезут на C5. У них, ну, просто получше практически бесплатно. То есть там Сергей выиграл буквально ходов 7 эту позицию там как-то. Просто все съел. Вот, но здесь такое усиление. Последовал конь E7. И тут, ну, на самом деле, поворотный момент, потому что я не был уверен, стоит ли мне делать то, что я, в общем, сделал. В принципе, наверное, не так глупо пойти просто C4 где-то. Я думаю, что D4 вот по структуре C5, потом B5, это, наверное, сильно в пользу белых будет. Угу. Вот, потом просто здесь будут подрывать. Там где-то конь C4 станет. Ну, может быть, как-то позиция у черных уплотнится, да. То есть там слон C6, слон B8. Вот, может быть, стоит мне начать с хода B5, потом C4. Ну, тут я вот подумал, что очень хорошая динамическая возможность, по крайней мере. Ну, не то, чтобы выиграть сразу, но как-то… Как-то вот хотелось, да, то есть что-то извлечь, потому что конь E7 ход довольно ответственный. Да, значит, конь C5 это вроде форсировано. По идее надо брать, потому что, ну, пешку иначе жалко. Да, тут было бы совсем хорошо, если бы D4 проходило, но вот взятие… Взятие… Вот взятие слона 3, к сожалению, не проходит за ферзью в 5, да. То есть тут белые остаются ни с чем, а наоборот, без всего. Поэтому D4 сразу нельзя. Ну, слона 3 меня устраивала в позиции. Я считал, честно говоря, что, может быть, ферзью 7 это, возможно, меньше из зол. Да, и теперь, значит, на D4 конь G6. Но все же да, то есть это немножко… Немножко похоже на то, что было в партии. Я не уверен, что это вот хорошая редакция или плохая. То есть получилось, что я вообще слона на B2 подвел этой позиции. Может быть, слона B2 он сильнее, чем на A3 стоит, потому что… Ну, как, я пешку просто на E5 там не теряю. Сразу, да. Да, это можно, но вот это интересный момент. Значит, на ферзь D7. Конем, мне казалось, может быть, кони в 5, и вот конь лезет куда-то. То есть, может быть, не так плохо. Я вот это и считал, честно говоря, как важно. Я считал, что здесь C5 интересный ход. Казалось бы, даю на D5 клетку, но как-то вот ферзь C4 вот… Ну, надо думать, то есть, наверное, C5 ход вряд ли можно назвать хорошим. Но вот, может быть, он форсирован на что-то белым дает. Но, опять же, там, все-таки ферзь где-то… У белых есть пару темпов, чтобы развить атаку. Пока ферзь на A7… Ну, не видно, как он включается в игру. Ну, ладья E8. Не, не факт. Да, ферзь E8 очень ответственный. Да, тут очень хочется его выиграть, но вроде не получается. Есть везде идея пойти, ну, наподобие ладья B1 здесь или… Да, ну, ладья B1, конь D2, конь B3. Вроде ничего не проходит. Ну, D4 очень аналогично, в принципе, это я так и собирался ходить. Да, ну, значит, здесь был шанс E4 такой, получается, здесь сбить и побить. Ну, все-таки такие три пешки, мне кажется, вряд ли они достаточно дают за фигуру. Ну, может быть, какой-то ладей, может, этой на D1, может быть, другой, потом конь D4. И просто я на эти пешки начну нападать, то есть я как-то… Все фигуры у белых играют, пешки все-таки слабые. И ладьи не очень хорошо скоординированы. Мне кажется, здесь у белых лучше, то есть довольно… Ну, довольно серьезно приятнее. И просто пешки, они как бы не успевают здесь прийти в движение. Да, конь D6, ход важный. Ну, вот здесь, да, вот ладья B1 был ход очень интересный. В таком порядке. Ну, вообще, да, так на вид. Черные играют с огнем, но на самом деле все держится. Вот, например, D5, ладья E8. А ладья B1, ну, просто можно пойти C6. То есть ничего нигде не ловится. Ну, в общем, непонятно, что здесь… Как бы в чем моя выгода. А зачем я так сказал? Был еще такой ход, да. То есть, ну, опять же, вот C6. Я вот считал, ладья, по-моему, бьет B7. CD. И здесь вот что-то типа C5 грозит. Ладья B6 сломает B4. Но это очень сложно оценить, потому что… Ну, да, вот ферзью шел, конь пошел на F4. Как-то пешка D7 дошла, а дальше непонятно, куда она идет. Может, вообще уже никогда не идет. Просто на C8 там очень надежная блокада пятью фигурами примерно. Мне кажется, что это просто, может, у черных перевес уже здесь. Да, ну вот, по счастью, ход слом B2, он тоже неплохо ложится вообще во всю концепцию. Потому что взятия на D4 нету из-за того, что конь провисает. Да, и вот тут, мне кажется, очень важный момент был в партии. Там же Хриар это почувствовал тоже, там, продумал здесь почти минут, там, 40 минут. И сыграл ADE8, ну, фактически сделал ход, который, ну, крепкий он, ну, ничего, по сути, никак не улучшает по весу черных. Белые просто проводят свои идеи комфортно. Я считал, как интересный момент E4, D5, EF. И здесь, в принципе, распутье. Значит, ну, вообще из общего собрания хочется так сыграть, так и Фербер G6. По виду мат, ну, пока вроде есть такой ход спокойный. Да, взяли здесь, снова хотим выиграть, но Фербер G5. Взяли-взяли, ну, и, предположим, взяли здесь. Я вот не мог понять, насколько здесь хороший шанс у черт на ничью. Ну, через пешку не ходят, к сожалению. Там пешка для этого специально осталась, да. Ну, как раз DE просто. После DE, Фербер G5. Ну, как, вот здесь Владеев 8. DE, и теперь, конечно, Фербер G5, да. И вот этот тенчпель оценивал, ну, как игровой, то есть, наверное, шансами у белых. Но мне казалось, что вот... Да, все-таки на E6 такая удобная цель. Так, так. Но здесь надо понять, что все-таки на G7 еще очень такая слабая пешка. Конь H5, Конь F4, да? Ну, Конь H5, может быть... Ну, Конь H5, может, Владеев 5. А, Конь F4 будет висеть, да? Конь F4, да, и как-то можно... Я понял. Ну, вот, может быть, Конь H5, С1 тогда я могу сыграть. Ну, в общем, интересный довольно возникал ничпель. То есть, мне кажется, шансы были хорошие у черных побороться. Вот поэтому здесь был, как бы, да, еще ответственный ход такой. Вот это вот важный момент. Вот это я просто не могу оценить, потому что, да, Ферзь G5. Ну, допустим, пропустить взять себе полезно. Допустим, взяли королем, ну, потому что пешка очень жижная. Да, и G3. И вот, ну, на вид я не был уверен, что черные могут что-то создать, потому что... Да, значит, Конь F4. Я, по-моему, просто вот уйду королем потом на F1. Ну, вот как-то выглядит, ну, не очень уютно все же. То есть надо... Может быть, Владеев 5 можно сыграть. Здесь я не знаю, Конь H3 там сюда. Ну, в общем, получалась какая-то неясная позиция. Ну, в общем, мат, по-моему, H белые не получают, но, может быть, там, как-то компенсация игровая будет. Ну, в общем, здесь бы пришлось бы мне выбирать, потому что, конечно, L9, E6, комфортный H, а вот DE это такая позиция. Да, L8 ход. Тоже, кстати, оставлять белых перед выбором. Но вот здесь надо понять... Ну, мне кажется, А5, может, было бы не ошибочно, но на Lb1 я сыграл, чтобы не было хода F6 вообще, потому что здесь на D5 уже, наверное, будет жажда фигуры, но, по-моему, да, можно в этой редакции DE выигрывает в силе. То есть, Конь ходит, Конь D4 и висит на B7. Ну, фактически просто лишнее качество здоровое и там позиции хорошие. Да, F7 это печально. Ну, вот здесь тоже я вот выбирал, но потом в какой-то момент решил, что вот там, чем больше фигур все-таки, тем лучше, когда все-таки давление на моей стороне. Ну, такой был еще полуальтернатива. Но мне казалось, что это все-таки, ну, малодушие. То есть все разменять. Без коня труднее все-таки. Ферзь B2. Ну, да, все-таки у меня чем больше фигур, как бы... Конечно, с конем-то еще. Да, то все фигуры соперника упираются в пешку E5, а мои как-то можно еще... Тоже упираются, но их можно как-то улучшать. Правда, E6 какая-то. Да, вот это ход черных здесь, да, но вот здесь у меня был ферзь C5, и вот я не мог эту позицию. Не мог ее оценить. Но мне казалось, что, может, худший уже позади, потому что E6 даже ладей E6, но что-то ради взятия на G7 разменять весь комплект. Ну, это как-то, ну, глупо, откровенно говоря. Да, значит, а здесь вот еще в тактике такой ход находится важный. Ну, не знаю, здесь, кстати, интересный момент. Может, надо было ходить сразу другим конем на F8, либо этого убирать на B8 и на C6. Потому что после кони F8, ну, ход, кстати, понятный, после H4, мне кажется, уже как-то плохие дела, потому что... Некуда девать коней, да? Да, и кони друг другу мешаются очень сильно. Ну, может, кони H7, кони F8, но это очень глубоко, конечно. А если ладей E7? Которая? Коня на E6. А, там под слом B4. Ну, как-то, да, там тоже не все слова. Я думаю, коня через F4 перескочивает. А, на F4. Ну, здесь я могу, в принципе. Нет, что-то такое я считал, да. Ну, может быть, стоило так попробовать. Но, в целом, даже если конь встал на E6, а как бы, ну, почему это... Потому что не по нас, а конь там пойдет на H4 на F5, например. То есть все равно, кстати. Ну, да, без линии D очень тяжело здесь воевать черные. Очень, очень тяжело. Хорошо. Да, то бишь... Ферзь C5, H5. Ну, кони F4 прыжок не проходит за слом D4, и потом F5. Приходится там G5 играть, но это уже никуда не годится. Вот мы смотрели, это не пришли к выводу. Ферз C6, F5. Ну, здесь много ходов, но мне казалось, F5 все-таки, да. F5? Да. Не смогли прийти здесь к четкому выводу. Ну, не знаю, даже если я так сыграл. Взял на G6. Ну... Конь G2 хотя бы все-таки. Ну, конечно, красивый удар, но мне кажется, если я там сумею от него защититься потом. В Lg4 может быть? Ну, Lg4 интересный ход. На C4? На F4? На F4 побью. А, на F4. Ну, в общем, тут мне кажется... Получается, да? Нет, здесь какой-то такой еще и прыжок напоследок. Во! Во! Может обороты только начало? Ну, если это начало, да. Ну... Ну, хорошо. Это могло так... Партия могла так развиваться. Ну, мне кажется, H5. Даже если это воспринимать как такой полу-блеф, то он довольно удачный. Да нет, но он довольно быстро сыграл уже так под цветноткой. Ну, понятно, да. Тут здесь Lg4. Ну, здесь, мне кажется, был шанс сыграть B5 еще. Ну, B5 как-то конь D4. Я не мог понять, что здесь происходит. Lg6. Надел, что Ферзя поймаю. Но можно, в принципе, и A5, E6. Можно, наверное, и слон опять сыграть. И конь B3, конь A5. Ну, в общем, тут хороший выбор. Приятный. Я думаю, что где-то что-нибудь можно придумать. Ну, и в крайнем случае на B5 еще был ход такой незатейливый AB, AB, CB. То есть, ну, если совсем уже лень считать. А, ну, здесь правда конь D5 куда-то лезет. Да, все это не стоит. Ну, кстати, даже конь D5, наверное, всех проблем не решает. Он просто защитил этого слона, там пешка лишняя. Но это, наверное, в пользу черных, конечно, такое упрощение. В общем, B5, мне кажется, было... Ну, заслужило внимания. Lg6 – это просто отдача качества за пешку в не самой выгодной редакции. Да, ну, B5 логично. Ну, не знаю, чтобы проиллюстрировать проблему позиции. Здесь ладятся 4, конь C5. Ферзь D4, B6, E6. Ну, и выглядит не очень здорово. Опять же, там F6, ну, там, может, когда-то ферзем это... Ну, может, так можно было пробовать. Но, честно говоря, не верится в эту позицию. Не особо. Хотя здесь, кстати, может, так еще. Ну, что, слон B4 заел? F6. Ну, слон B4, конь F5. Ну, в общем, судя по всему, наверное, должно хватить здесь белым патронов. Да, вот здесь интересно. Тут я был очень доволен. После ферзи B7 я начал... Пытался посчитать. Ну, сначала хотел побить на E7. Потом вернулся в ход ладя G4. А потом понял, что здесь какой-то ферзь C8. Ну, вот, мне этот ход до конца был не ясен. И поскольку я сейчас спустил уже там все время, там осталось 40 минут, из 30 осталось 12. Я подумал, что лучше просто пойти на позицию с ладьёй на D8. Там, ну, скорее всего, можно найти размен ферзей. И потом как-то вот 3 на 3, там, на одну фланге ладя посильнее будет коня. Да, ферзь G3, да. Вот конь F5. Ну, вот непонятно, F4 или F3. А я здесь следующего хода за себя не видел. То есть, ну, конь E6 я защитился, а C5 я тоже защитился. Но, предположим, пока пошел там... Да, ну, C6, может быть, конь H7. Я вот не мог понять, что я сделал. Конь H7, конь G5 нормально, кстати. Да, я не мог понять, что я сделал с собственной ладьёй. То есть, конечно, надо ферзя на F3 ставить в связи с этим. Да, и здесь хотя бы я хоть чем-то грожу. Конь H7. То есть, я грожу... Ну, ладей F4 я еще везде грожу. Конь E5. Ну, может быть, на E5 взять и найдется. То есть, мне просто показалось, что с практической точки зрения, вот, завести ладью на восьмую... Да, ну, здесь еще был такой ход вроде ферзь E4. Так, 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 конь F4. Здесь вроде порядок у черных. F3, здесь только не ферзь E2, а ферзь C2. И... Да, то есть, здесь какая-то... Ну, F4 приходится играть. Наверное, может, даже еще ближе к ничей. Хотя, может, ферзевый. Хотя, может, ферзевый безнадежный оказаться в черных. Но это, как бы, надо еще предстоит доказывать. Считать, да. Это считать надо. Да, еще был, значит, ход здесь, поэтому хитрый. Ферзь D5. Ну, здесь, как бы, C6. Ферзь D8. B4 и ладей не попадает на восьмую. Может, попадает, но это не так просто. Это я тоже не мог понять. Значит, помимо этого... А, вот еще здесь был важный момент, что здесь, конечно, напрашивался ход E6. Вот тоже я E6 считал. ФЕ мы... Да, даже, кстати, конь E6 я не смогу проверить. Погоди, а ферзь D7 сразу? Зачем? Зачем ладей? А, сразу, да? Сразу ферзь D7. Мы не могли найти спасение. А, может быть. На E7 же висит. А, может быть. Поэтому ФЕ. Не, ну я просто считал такой вариант красивый. То есть ферзь D7. Король F7. Значит, теперь на ладей Д6 ферзь C8. И на ладей Д3 ферзь C6. Ладей F3. Так, как бы. То есть тут вроде... Ну да, да, да. Да, ладей F8. Ладей F8. Да, в ловушку не попались. Ну да, да, да. Ну, в общем, тут... Ну да, вот E6 еще к тому же вот и ФЕ. Ну, наверное, это было, может, умнее, чем тот, что я сделал. Но... Тоже это неоднозначно. Ну, может быть, да. Может быть, здесь надо теперь так ходить. Так. Ферзь D8. Ладей F7, да? Ну, ладей F7. Ну, наверное, вот здесь-то, может, должны E6 побить. Ну, вот что-то такое, наверное, надо было делать. Здесь, может быть, ферзь B4, ферзь B7, ферзь F5. Ну, какие-то призрачные шансы сохраняются. Угу. А что, в партии были шансы спасения? В партии я не знаю. Меня очень сложно оценить, значит. Но бить должен. Ладья D8, ферзь C6. Да, F7 я издалека намечал, был очень доволен. Да, но здесь вот ферзь C5 меня ход, конечно, порадовал. Ферзь C3 я вот еще не мог оценить до конца, что происходит. Чтобы вечный шаг где-то, да? Там не в вечном шаге дело. Дело в том, что ферзь C5 возвращается с шахами. Угу. И здесь, наверное, пришлось бы немножко так поджать хвост, как бы и пойти вот так. Ну, правда, может, этого достаточно. Не, ну покажи, на ферзь C8 там что? На ферзь C8 начинается какая-то ерунда. То есть вроде шах. Так. Так. Значит, теперь если бить на Е1, то съели сюда шах. Король H3? Ну, король H3 съели на F5. А, на F5, да. Может, так пойти так. Так. Так и ферзь C5. Ну, и пойди еще это выиграй. Может, вообще уже не лучше. Ну, да, здесь тем более уже 6 появляется. Ну, да. Да, да. Не-не-не, это не то, не то. Хорошо. По счастью, на F3 вроде можно, ну, признать свою неправоту и пойти так. Ну, мне кажется, должно быть выграно, потому что... Ну, бить на H5 нигде не успевают черные, потому что, ну, заедается. Соответственно, на ЛДЕ1 здесь можно уже, может, и побить на Е1. Ну, как бы, связка она, как бы там. На ЛДЕ с Ферзем они постепенно сидят эти пешки там. Поставлю там уже 4. То есть можно разменяться ЛДЕ и вернуться на Е7, да, видимо, так надо? Как? На ЛДЕ1, да? На ЛДЕ1 еще везде есть такой, как бы, ход. Король H2. Не, ЛДЕ1. ЛДЕ1, ЛДЕ8. А. Этот трюк нигде не работает, к сожалению. Не работает, да. Да, похоже, трюк вот был здесь. Ага. Где-то здесь, но то он не проходит, да. Вроде есть ход ЛДЕ1, Ферзь С6, ЛДЕ8. Значит, ЛДЕ1 ничего не дает. А Ферзь С1 теперь Ферзь Ф1 появляется. И мат старше. Угу. Да, ну вот Ферзь Д7, Ферзь С5. Тут Ферзь С8, ЛДЕH5. Да, тут мне были, в принципе, некоторые сомнения меня одолевали, стоит ли идти сразу. Думал пойти сначала так, очень умно. Чтобы уже побить на Е8. Ферзь С7, но здесь просто же 6. Ну да. И здесь уже некоторые трудности практически возникают. Может быть, я не знаю. Наверное, это выиграно все равно 3 на 2 такие. Постепенно. Но если ЛДЕ1 на Ф5, пешка на Ш5, то вряд ли. Ну если ЛДЕ1 на Ф5, пешка на Ш5, то вряд ли. А если нет, то... Ну да. Ну какие-то переходы в пешечные надо везде считать. Ну, конечно, да, вот это, мне кажется, важный ход. Что-то здесь получилось Ферзь Д7 напасть. То есть, ну, Ф6 ходить не хочется, но мне казалось, после король же 6, Ферзь Д3, как-то, ну, либо теряется ладья, либо корольский фланг целиком. То есть, ну, идти вперед, по-моему, плохо из-за Ф4. Так, так же 4. Ну, самое простое, да. Красиво, красиво, да. И мат на Ф5, да? Да. А тут, неожиданно, по пятой не было бы пешки В5, может, было бы не так ясно. А тут пешка В5 еще не пускает ладью к своим. То есть, если король Ф6. Так. Вот тут, по-моему, можно Ф4 сыграть, если я не ошибаюсь. Здесь не получается ладью вернуть. Ладья попалась. То есть, ладья Ф5, Ферзь Д4. Ну, и тут выбор либо король Е6, тогда ноя съедаю фланг. А на Ж6, Ж4, что ли? А на Ж6, Ж4. Ну, можно на Ж4. Сразу, при ладьи на Х5 на Ж6, Ж4, да? Ну да, так я же ладью съел. Да, да, да. Ну, ладья на Х4, наверное, на Ферзь Д8. Да, Ферзь Д8, да, да. Ферзь Д8, да, да. То есть, забавно, что пешка на Б5 вредная для Чонок, получается, в этой позиции, да? Интересно. Сейчас. Ну, так, кстати, может, не вредно. Так, по большому счету, наверное, где-то шахи найдутся. Ну, вот идея в том, да, что вот в этой позиции. Вроде, мне казался, Ф4. Ну, можно еще пробовать другие шахи давать. То есть, может, как-то нажить, там, Ферзь, пошаховать, там, Ферзем с других полей. Но, мне кажется, этого должно хватать. Строго говоря. Ну, да, вот здесь Ф4. И вот не вижу, как ладья спасается. На ладья Ф5, да? Да, на ладья Ф5 теперь шах просто. Если так, то же Ф4 и Ферзь Е4 там хватает. А если король Е6, ну, можно что-то посчитать. А можно просто на Ж7 там пешку, там, отнять в той или иной редакции. Ну, можно, конечно, поставить эту позицию. Ну, я думаю, что я, может быть, просто ладью на Ф6 оставлю, а короля уже выгнал в поле и потом просто съел постепенно эти пешки. Я думаю, что, может, тут можно... То есть, на король Е6, да? А, нет, здесь такой вообще ход. Что-то, да. Ж4, да. Ну, да, в общем, тут с ладьей беда. На Аш5 она так не получается. А после Ф6 крепости не было, да? Ну, мне кажется, очень простой у меня план. То есть, я не знаю, зачем ты Шахлярович пешку Б мне отдал. То есть, ну, может, уже не хотел тут, чтобы партия затягивалась. Да, но у меня очень простой план. То есть, я хожу, значит, здесь я хожу везде Ф4. Соответственно, при короле на А7 я просто дал бы ферзь Д3 шах, сделал бы то же самое. Повел бы короля. Ну, и здесь... Да, то есть, я вот пошел в ферзь Б4. Можно было... Ферзь Б3 можно было, наверное, так сначала сыграть. А как-то изменить структуру чего вы не успевали? А, нет, нет, нет. Правильно. Я, может, правильно как раз сыграл. Как я сыграл здесь? Ферзь Ц3 ладит опять ферзь Б4, да. Чтобы на король Х7 ладья под боем была. Может, это важно, да. Ну, вот пока белые так все усиливались, вот здесь нельзя как-то... Ну, так что, ну, пешка Х5 пойдет. Я пешку на Х5 поставлю радостно тут же. Если бы черные сыграют Х5. Ну, просто, как бы, любой ход вперед это под себя. То есть, ну, я думаю, что, ну, может, микро шанс заключается в том, чтобы просто поставить G6, H5, король G7 ладью на седьмую. Так, ну, для этого ладья и 5 сразу играем, да? Ну, я как бы... Да, я не думаю, что просто это не получается банально. Ну, во-первых, здесь я сначала веду, мне кажется, на пешку это совершенно наплевать. G6? А, G6, F7. То есть, надо меня еще уговорить. То есть, надо пойти еще ладья Е8. Так. Может быть, здесь я уже тогда побью. Угу. Ну, и как бы, а что, на G6 я режу по седьмой. Ну, мне кажется, что все-таки вот такие... Ну, давай G6, да? Так что G6, ну, там, отрезал. Ферз B7, да? Не могу как-то там с темпом что-нибудь съесть-то, может. А я играл ладья F8, король G8, ладья F7. Не, ну, так по себе это безнадежно. Король G8? Ну, так по себе это будет совершенно безнадежно. Я просто пойду G4, H4, F5. Ну, на G4 можно F5. А дальше? На F5, G5? Ну, не, F5, G5, ферз E8, цук сванг сразу. Ну, я не верю, честно говоря. То есть, ферзь на G6, там такая дырка. Не, ну, можно как бы мыслить этими схемами, я просто думаю, что проще там самостоятельно это подвигать. Что? Чтобы через H5 потом забраться, да? Не, это как раз... А если черные сами F5 поставят? Ну, тогда король идет в обход. Ну, просто проблема в том, что ладья не попадает на важное поле. Ну, мне кажется, с таким количеством пешек должно, как правило, хватать. Не, ну, есть как бы сродни этому и скрепость король G8. Ну, мне кажется, можно было поупорнее, ходов на 20 поупорнее. Можно было сопротивляться, да? Ну, я сейчас в игре очень доволен, как получилось. Ну, потому что в партии-то за 5 ходов все закончилось как-то. Ну, я не думаю, что на самом деле что-то меняло, потому что... Ну, хорошо. Ну, единственное как бы опасное здесь было поставить на самом уже G4 и F5. И тогда вот после короля H7, возможно, уже не выиграно. Хотя я не уверен, там где-то G5 есть как бы там шансы. Но это вот был способ не выиграть. А тут, ну, очень просто же эти шпили оцениваются. Если у ладьи есть два защищенные... Две защищенные клетки, да. Две защищенные клетки, то сложно выиграть. Или невозможно. Если одна, то пограничная. То нюансы, да, есть. А здесь как бы пока ни одной я не вижу. Ну, и тем более такие дыры по белым... А если бы доска была 10 на 10, и ладьи вот вели подальше, видимо, ничья, да? Ну, лучше... Доска 8 на 8. Это уже не морской бой все-таки, надо сказать. Нет, ну, правильно. Вот просто почему у нас шахматы 8 на 8? Вот видите, какие нюансы? Чуть-чуть расширили доску и все, да. Вот здесь там шахматы Кафа-Бланки там тоже предлагал 10 на 10. А, 10 на 8 он предлагал играть. Он по-другому. С лишней фигурой есть. И с парой фигур как раз. С парой, да. По-моему, да, там было. Ну, в общем. Ну, хорошо. Мы отклонились, да. Ну, здесь вроде, да. То есть еще такой есть ход, но здесь вроде так. Хожу так. Ферзь Б6. Потом... Да, казалось бы, трудно усилить, но просто даю шахматы, нападаю на ладью и король Р6 играю. Ну, и там уже... Ну, главное ладью на Ф8 не пустить. Ну, съем на Ф5 и там... Хотя даже на Ф8 на Ф6 ничего не меняется, потому что пешечная безнадежно совершенно. А 8 на Ф8 просто бы она стояла. Здесь? Да. Ну, так, конечно, это меняет. Ну, там, сейчас как-то... Ферзь Б6. Ну, там, предположим, ладья Д7, ферзь С6. Не, а как здесь она не попадает просто? Ну, просто, если бы она стояла. То есть я, допустим, дал шах, значит. Она не попадает. Ну, это на ничью очень похоже, Ян. Да нет. Ну, какая-то ничья. Ну, как, король Ж8, ферзь Д6. Ну, я на ладьей Ф6 просто бью везде. Там, пешечный, думаю, что должен быть по силам. А если король Х8? Ну, если король Х8, то я так же пойду. А, так тоже ферзь Д6, там ладья просто не встает, да? Ну, это совсем как бы, ну... Ну, это, мне кажется, немножко там скорополнительный вывод, что ладья там может ферзя удержать такой позиции. Ну, то есть... Да, еще на Ф5 слабость. То есть нет под шестом ряду. Ну, да. Ну, шансы, конечно, были какие-то. Вот если бы пешка оставалась на Ф7. И Ж6-H5 поставить. Ну, поскольку здесь пешка отстала, она Ж7 получилась. Дырка. Вообще, когда Ян в такой форме, никакая крепость не держится, я так понял, да? Да, да. Даже абсолютно ничейно не держится. Это видно просто, да? Ну, здесь абсолютно ничейно, наверное, было далеко. То есть, при всем уважении. Ну, да, да. Ну, понятно, все-таки. Да, ну, здесь вроде, да. Здесь Суксанки я тоже что-то не видел уже. Виза. Хорошо. Ну, что, Ян, молодец. С хорошим настроением. На свободу. На выходной день. Это самое главное, да. На свободу с чистой совестью, да. С чистой совестью, да. Спасибо. Все, давай. Так, дорогие друзья. Ну, что, у нас тур-то как-то неожиданно завершился сегодня. Куда-то крана-то. Мы собрались работать долго. У нас там такие планы были. А при этом сейчас все завершается. Итак, Свидлер победил, дорогие друзья. Крамник победил. Непомнящий победил. А у нас сегодня россияне все победили почти. Только Томашевский немножечко, немножечко не додавил. Но, тем не менее, тур получился интересный. У нас произошла смена лидера. И, дорогие друзья, очень важный момент. Завтра все отдыхаем дружно, успешно. И послезавтра будем смотреть седьмой тур мемориала Таля. Так что, всем спасибо и до новой встречи.